Отвечая на вопрос, как я ухаживаю за кожей, так вот я сказал, как я ухаживаю за кожей ног, да, и скажу, как я ухаживаю за кожей тела, лица, вот так кратко-кратко-кратко, потому что я, конечно, не имею большого арсенала и этим не пользуюсь, и я вообще говорю так, что если есть какая-то наследственность определенная, моя мама никогда не пользовалась кремами, и бабушка моя никогда не пользовалась, а лицо было хорошее, то есть тут какая-то есть наследственность и все остальное. Я люблю ухаживать за собой, мне это нравится и нравилось, и многие женщины это уже делают, и это нужно делать. Так вот, у меня, видите, такая есть корзина. В корзине очень-очень всего мало, но что-то есть. Есть кремчик для лица, очень хороший кремчик, могу рекомендовать, конечно, потому что я много лет этим кремом пользуюсь. Есть определенные масла, которые я уважаю. Какие масла я уважаю? Масло зажаба, масло ши, масло какао, я очень люблю масло виноградных кост. То есть вот это вот все такое распространенное у меня есть, и этим я пользуюсь. Вот эти масла я так это, хорошо. Теперь, есть у меня мое любимое кастуровое масло. Я говорю, дешево и сердито, да? Это масло и для ресниц, и для бровей отлично, и вот так вот вокруг глаз. Во-первых, если это масло попадает, наношу его на ресницы, да, и попадет оно в глаза, оно не щипет. Вообще не ощутимо, я не ощущаю никакой реакции. Наверное, кто пользовался этим маслом, он знает. Так что я говорю, это дешевое, вот они и в интернете много говорят за это масло, и я говорю, это испробовано. Вот видите, я еще с ресницами, еще с бровями, это очень-очень хорошо. И волосы, я же тоже как ухаживаю, я делаю масочки, где есть вот это масло. То есть это, ну, у меня такой арсенал дешевый. Ну, для тела, для тела тоже вот могу показать, чем я пользуюсь, такой кремчик для тела специальный тоже. Опять-таки, если нет этого кремчика, то я беру любое масло. И помню, вот в советские времена, не знаю, не вижу, не встречаюсь сейчас этот крем, назывался «Вечер», московский крем, ну, это чудесный крем. Был чудесный состав. Вот фабрика. Да, фабрика «Свобода». Но сейчас этот крем, вот я не знаю, я его не нахожу. Если бы я его нашла, я бы точно купила тюбиков 10, потому что это, во-первых, как основа, туда можно добавить любое маслице еще, и будет чудесное и для лица, и для тела. Там было, что, экстракт петрушки и витамин Е, то, что нам надо. Нам нужны витаминчики А, Е, для лица, для всего. Больше ничего не надо. И запах был приятный. Ну, так что, может быть, там в России еще женщины пользуют этим кремом. Очень дешевый, очень простой, но очень эффективный, приятный и, как я кажу, на вонючий. Вот это так я ухаживаю. Как я ухаживаю? Ну что, помылась, умылась обязательно. И обязательно нанесла какой-то кремчик или какое-то маслицо. Как этот крем называется? Это фирма Estée Laubere. И вот этой фирмы я беру. Это возрастной крем у меня. Вот этого, допустим, этой баночки, я, конечно, к ней отношусь так это бережно, потому что крем дорогой. Вот, и жду всегда, когда у меня день рождения, день Новый год, знаю, что мне кто-то его подарит. Поэтому намек намекнула, семья поняла, и бабушка не покупает, и бабушка пользуется. Вот, но я ним уже пользуюсь очень много лет, где-то лет, наверное, 20. То есть не именно этой, а этой фирмы, потому что это уже чисто идет возрастной такой вот. Но он очень приятный. И что я люблю, приятно пахнет. Но это такое удовольствие, я говорю. Это не для того, что я буду лучше, а для того, знаете, когда в жару жажда, жуткий, выпиваешь лоток воды, ты же от этого здорового не станешь, не вырастешь, а не похудеешь, а не поправишься. Но приятно, приятно и хорошо. Так же это. Вот я умылась, нанесла какой-то кремчик, приятный аромат, приятное все. И, ну, чисто такая отдушина для души и тела, как я говорю. Вот это мои маленькие советы, вот это мой маленький уход. Вот что я делаю, как я сохраняю свою молодость, бодрость. А сколько мне лет? Ну, моей маме было 100 лет, и она была в отличном здравии, с хорошей памяти.